всем привет мои дорогие меня зовут карина рада всех вас видеть сегодня у нас будет парфюмерное видео и я расскажу вам о новых ароматах точнее части новых ароматов которые недавно появились у меня в коллекции ну как недавно за последние три месяца честно говоря если вам эта тема интересна такое жонглирование флакончиков мои эмоциональные не очень рассказы сегодня первая часть поэтому оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра напоминаю по традиции что лайк подписка колокольчик комментарий поделиться видео в соцсетях а я желаю вам приятного просмотра и перехожу к теме видео начну я пожалуй со своих нерожденных подарков и первый который мне попадается под руку это флакончик который был достаточно давно у меня вишлисте собственно на идею хотеть этот аромат меня вдохновила маша нашим а главным которая его очень любит и так вот искренне от сердца всегда о нем рассказывала что я которая ну попробовав первый раз честно говоря ничего особого не заметила подходила пробовала 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 пока в конце концов не поняла и собственно говоря как всегда приключение бесящих прядей и я пробовала 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 пока я его конце концов не поняла и не распробовалась иногда так с ароматами работает я Я говорю, конечно же, о Labdanum 18 от бренда Le Labo, откуда у меня взялся этот непонятный акцент. Короче, на мой вкус это один из лучших ароматов марки, один из двух наиболее интересных для меня. Второй это Lisse 41, по-моему, в общем, Lille. И, собственно, Labdanum 18 это был подарок от моей прекрасной киевской подруги Полины. Хотя, на самом деле, конечно, наша встреча с Полиной в Тбилиси была, наверное, самым лучшим подарком не только за этот день рождения, а вообще за несколько дней рождения на несколько лет назад. Надеюсь, что не вперед, надеюсь, что мы еще обязательно увидимся в будущем году в каких-то других странах. Что касаемо самого аромата, это работа Мориса Русселя, а значит, мы уже понимаем, что да, это будет достаточно плотно, это будет так вот густо, ванильно, амброво. Ну, то есть, вот этот лучший Руссель, за который мы любим, собственно, Такат Рошас, за который мы любим, конечно же, Мас Кроважор, Амбр Эмпайр от бренда Аткинсенс и так далее. Вот это вот вся такая томная ванильно-амбровая нега, и здесь это тоже есть, плюс этот горячий Labdanum. Аромат пахнет свечами, аромат пахнет телесно, при этом достаточно плотно, в нем есть такое ощущение натопленной православной церкви, я согласна с Машей. Он немножечко такой вот давящий, но не в плане того, что, знаете, в нем тяжело дышать, нет. На мне он, кстати, очень естественно, как часть меня сидит. Но вот как ватное одеяло, которое вот вас вот так вот обнимает, и вы под ним лежите, и вам с одной стороны очень жарко, а с другой стороны дико кайфово такое утяжеленное одеяло. Но не вот современные, такие модные, кстати, это очень классно, рекомендую, утяжеленное одеяло, да. А именно из нашего детства такие прям плотные, тяжелые, ватные, по-моему, самые тяжелые одеяла. Вот какое-то такое ощущение для меня есть в этом аромате. Очень люблю, если не знакомы, рекомендую познакомиться, потому что как-то, знаете, когда говорят о лилабо, в основном говорят, ну что, Ирис 39, Иланг 49, возможно, Роуз 31, и Тенуар, не помню номер. Вот, а части храма, ну и, наверное, наверное, я не знаю, что еще так активно о лилабо осуждается, может быть, и Наза. Не могу сказать наверняка, ну, точно как бы главный. А, Сантал 33, господи, как я могла забыть, конечно же, Сантал 33. Вот, этот аромат, он скорее остается в стороне, а он чертовски хорош, поэтому, если вы с ним не знакомы, и у вас есть возможность, обязательно познакомьтесь. И Полине, конечно, дорогая говорила лично, и скажу еще на камеру огромное тебе спасибо, и за то, что ты прилетела, и мы смогли увидеться, потому что, ну, кто смотрит мои стримы, которые периодически раньше были, сейчас нет, но не об этом речь, помнит, да, что у нас всегда эти разговоры ходили относительно того, чтобы нам, мне приехать, собственно, к Полине в Киев, и нам таки встретиться. Ну, по понятным причинам, как бы сейчас мне туда дорога закрыта, Полине сюда, собственно, тоже не совсем открыта, поэтому нужно искать какие-то обходные пути и третьи страны. Я была в Грузии, и, собственно, Полина тоже прилетела туда же. И второй аромат тоже от Полины. Здесь вообще история, знаете, повести Ромео и Джульетти в том плане, что это Асмантус, Абсолютный Асмант от Перис Монте-Карло. Да, у нее, как я поняла, задвоился флакон, и в начале февраля мне Полина сказала, не покупай, я тебе его отправлю. И она мне его таки отправила. Но что произошло? Примерно в 20-х числах он доехал до границы России и Украины, поцеловал закрытую границу и уехал обратно. И вот в итоге, собственно, он приехал ко мне в Грузию, я его уже привезла, привезла в Москву. У меня давно есть экстракт, и экстракт, собственно, раскупорил во мне любовь к Асмантусам. Вариант в парфюмерной воде, он более звонкий, более такой чистый, как будто бы. То есть в экстракте есть анималика экстракта, такие, знаете, варенье из абрикосовых лошадок. Вот лучшего определения, по-моему, это Макс, парфюмерный блогер из Харькова придумал. Вот варенье из абрикосовых лошадок. Вот лучшего определения ему, правда, не найти этому аромату. Этот, он другой, он более звонкий, он больше, собственно, в нем больше раскрыта цветочная сторона Асмантуса. Там нет такого варенья, там нет такой анималики здесь, как, собственно, в экстракте. Если у вас есть Good Girl Gone Bad Киллиан в версии экстрим, в общем-то, они вполне взаимозаменяемы. Хотя у меня, казалось бы, вот есть, у меня девочка есть небольшой остаток во флаконе обычного и практически полный флакон экстрима. Но по итогу вот этот у меня носится больше. Ну, то есть вот он мне нравится как-то больше. И, собственно, если вам девочка в экстриме нравится, но вы не готовы отвалить за нее эти деньги, за которые ее сейчас просят, потому что она вроде как снятость, посмотрите в эту сторону. В общем-то, мне кажется, что вполне можно заменить. Не скажу, что бюджетная замена, потому что Paris тоже не три копейки стоит. Но совершенно точно подешевле и вдвойне совершенно точно подоступнее, потому что этот аромат представлен как бы в постоянной коллекции. Никуда его не снимали и не убирали, что, конечно же, хорошо. А что еще хорошо, вот мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, я расскажу вам, что хорошо, а потом продолжим дальше снимать видео и рассказывать вам о духах. Движение – это жизнь. Физическая активность – это хорошее самочувствие, хорошее настроение. И это всегда было очень важно, с 2020 года особенно. Ну, потому что локдаун все-таки закончился в большинстве стран мира, а вот удаленка много у кого осталось. И это классно, я целиком полностью за удаленку, но физическая активность. Возможно, конечно, вы тот самый человек, который в состоянии в течение дня отложить рабочие дела, надеть на себя уличную одежду и отправиться на бодрую получасовую прогулку и так два раза. И я за вас в таком случае, конечно же, рада, но не всем сердцем, потому что и я, и большинство людей не такие. И сейчас вот почти зима, и меня лично просто палкой из дома на улицу не выгнать без какой-то особой позитивной мотивации. И поверьте, полчаса ходить по сугробам – это не позитивная мотивация для меня. И в этом плане, конечно, домашние какие-то тренировки – это отличное решение. И самое отличное – это платформа FitStars. Это очень крупный сайт, на котором собрано великое множество самых разных тренировок, которые выполняют разные задачи – растяжки, разминки, йога, сброс веса, набор мышечной массы, подкачать какие-то определенные области вашего тела для новичков, для продвинутых, для профессионалов. Также есть раздел с детским спортом, также есть раздел с программами по питанию под самые разные задачи. В общем, каждый найдет то, что ему нужно. И у меня, естественно, есть для вас скидка. Вот там вот внизу есть ссылка. Когда вы по ней перейдете, вы сможете оформить безлимитный, я повторяю, навсегда абонемент на FitStars меньше, чем за 5000 рублей. Если быть более точным – 4950. За эти деньги вы не найдете себе никакой спортивный зал, а даже если вы найдете ни за какие деньги, вы не найдете мотивацию для того, чтобы одеваться и идти туда посреди вот этого погодного безобразия. Поэтому переходите на FitStars, регистрируйтесь по моей ссылке, получайте доступ к огромному количеству тренировок с очень большой скидкой. Что касается лично меня, я, например, человек-зарядка. То есть я очень люблю, когда утром просыпаешься и тело затекло после сна, а я еще очень спокойно сплю. То есть есть люди, которые во сне ворочатся, и у них хотя бы какая-то физическая активность есть во сне. Я могу проснуться ровно в той же позе, в которой заснула. Поэтому тело действительно затекает за ночь, а сейчас еще вот эта ужасная погода, в которой вообще не хочется вставать. И поэтому для меня зарядка – это один из способов хоть как-то, знаете, если не ворваться, то хотя бы вползти в рабочее состояние, растянуться, почувствовать свое тело. И так несколько раз в течение дня тоже, потому что, собственно, от долгого сидения ты тоже чувствуешь, что и спина, и ноги, и все вот это вот нужно как-то размять. И искать эти тренировки в Ютьюбе, по итогу ты дольше ищешь что-то новенькое, ну потому что, когда ты делаешь что-то одно постоянно, ты уже привыкаешь и перестает организм на это откликаться гораздо дольше, чем, собственно, сама тренировка. А на Фитстарс таких коротких зарядок и разминок, их невероятное множество, они собраны программами, где каждая тренировка, конечно, немножко похожа на ту, которая у тебя была вчера и на то, что будет завтра, но при этом достаточно существенно отличается, чтобы не приедалось. Поэтому регистрируйтесь на Фитстарс, открывайте их в соседней вкладке и возвращайтесь к просмотру видео. Возвращаемся к теме. И третий аромат тоже из числа моих днерожденных подарков от моих прекрасных друзей из нашего парфюмерного чатика, из нашего парфюмерного серпентария. Это Ниншар Джулет Мэтт. Я открыла для себя этот бренд. Ну, то есть, как открыла? Я его и раньше знала, в общем-то, никто его не закрывал от меня. Вот, я его и раньше знала, он давно стоит в ароматеке. Но я каждый раз что-то подходила и так, ну, да, он есть, он есть. Я знаю, что там есть Аквасекстиус, который посвящен каким-то там купальням. И это такая достаточно хитро замудренная акватика, что недавно они выпустили аромат Straight to Heaven, собственно, Лестница в небеса, который там какое-то безумное количество этих чистых белых мускусов. И это, типа, круче, чем Байреда Бланш, если вы любите эту тематику, на мой взгляд, интереснее. Но тут я распробовала два аромата. Про первый я вам уже рассказывала. Это Неа, а это, собственно говоря, второй. Ниншар – это, безусловно, розы. Представьте себе, что вы в подвале сидите, пьете вино красное, такое прям хорошо, хорошей тонинностью, достаточно терпкое красное вино. А рядом с вами стоит букет бордовых роз. И подвал – это такой подвал, знаете, старинного замка с вот этими кирпичными стенами, по которым пролегла плесень, который такой вот темный, мрачный, сырой. И вот это сочетание плесени, вина и роз есть вот в этом аромате. Это безумно красиво. У меня есть аромат, который называется «Лемат», то есть шут, посвящен шуту из покерной колоды Джокеру от бренда «Мендитароса». И там вот тоже есть странная вещь, которая пахнет одновременно покерной колодой, свежераспечатанной, и вот этим самым подвалом. И в какой-то момент я прям запоем его носила, сейчас практически не трону, не пользуемый стоит. И там есть вот подвал, но мне вот в нем всегда чего-то немножечко чуть-чуть не хватало. И вот это розы, которые появляются здесь, и вот это вино, которое появляется здесь, там вроде тоже как есть розы, но они там какие-то такие, в рябфоном. А здесь они ярко выражены, они явные. И вот это вот просто божественно потрясающая вещь. Так, что у нас дальше? Дальше у нас пойдут покупочки и не только. Давайте, давайте, например, красный прекрасный Киллиан. Это у нас аромат «Rolling in love». Я его давно себе хотела, но как-то, знаете, в полную цену что-то меня жаба душила. Просить у пресс-службы я не очень люблю просить. Вот, поэтому как-то так приглядывала я за ним и наткнулась на тревел, причем на тревел в кейсе, что важно. Потому что, безусловно, кейсы у Киллиана – это отдельное удовольствие. Собственно, по хорошей цене я себе его с рук купила. Неполная колба, но, знаете, вот это всегда можно исправить. Если так сложится, что он сносится, это всегда можно залить снова. У Киллиан есть такая категория ароматов, да на самом деле половина примерно. Знаете, такие духи для девочки, которые сама себе папик. То есть они, вот эта обманчивая такая милашность этих ароматов, такие. С одной стороны, это немножечко такой вот шуга-бэби, а с другой стороны, ты понимаешь, что эта бэби, она пашет на трех работах. Она сама себя обеспечивает, она сама себе купила там крутую тачку, хорошую квартиру и все остальное. И вот реально вот сама себе папик. И вот в этом аромате тоже это есть. Он такой сучный немножко по-хорошему. Это, вот по сути своей, это миндальные цветы. Это миндальные печеньки с цветами. Но я его воспринимаю за счет, безусловно, цвета и вот этого настроения, которое есть в этом аромате, как такой аромат, знаете, вот красная помада в виде духов. Вот для меня это оно. Хотя, конечно, цвет очень сильно влияет, потому что тот же... Но, опять, как влияет? Например, у Киллиан есть тот же самый Kiss for the Rose, по-моему, прошлого года. Который поцелуй для розы или поцелуй... Ну, вы меня поняли. Вот он все-таки не красный. Ну, он в красном флаконе, очень красивом, собственно. Но при этом я его не воспринимаю красным. Он такой прям вот низкокалорийно-бессахарный аромат. Такой вот прозорший чуть-чуть. Очень люксовый, очень в хорошем смысле. Люксовый, я имею в виду не в плане того, что... Опять прозвучало как-то по-дурацки. Вы меня понимаете, не в плане люксового профиля аромата, а в плане именно вот этой выхоленности композиции. Но он все-таки такой прям правильный. Это та девушка, которая вот матом не ругается. Это может и ругнуться, но скорее не будет. Скорее это вот все будет с такой милой улыбкой, но при этом с очень острыми коготками внутри. Я не часто такое ношу. Но под какие-то такие вот... Бывает иногда такое настроение. И вот как раз вот это самое то. И, конечно, полная ему противоположность. Это аромат, который называется Lumiere Blanche от бренда Alphactive Studio. Это фирменная пятнашка. Я марку, честно говоря, знаю не очень хорошо. При этом все, что я пробую, мне нравится. Далеко не все настолько, чтобы прям поставить к себе в шкаф. Наверное, я бы хотела себе еще пару их пятнашек. В частности, Rose Shot, возможно, Vanilla Shot, возможно, Close Up. Вот именно в таком объеме. На какие-то посиделки на духе РФ этот аромат принесла Наташа Нетабет. Во что-то мы его включали в какую-то... А, мы разговаривали о любимых парфюмерах. Точно. Вот. И она принесла этот парфюм, и я его как-то всегда обходила стороной. Не знаю почему. Я его попробовала и думаю, господи, как же это хорошо. Это аромат миндаля снова. Но, вот я почему сказала, полная противоположность. То есть, если тот такой, как бы вот он обнимает тебя, и все. Это совершенно другая история. Это дымка, туманы. Здесь, конечно, да, цвет жидкости, а она такая вот белеса, замутненная, безусловно, влияет на восприятие. Вот эта вот молочность такая, которая в аромате есть. Это миндальные орешки, это сандал, это молоко в какой-то такой чашке деревянной. Это, возможно, сандаловая как раз. Это мягкие-мягкие специи. Это такое сливочное мороженое. Делала его Сиданила Ансесер, а она хороша в таком аккорде. То есть, у нее вот этот сливочно-гурманский аккорд, он очень красиво сделан в некоторых ее, в нескольких сразу ее работах. В частности, у нее же, она же делала Задика Вольтера «This is her». Там слаще в 10 раз. Но там тоже вот этот вот молочно-сливочно-ореховый нюанс. Он же есть в аромате Black Fandom от Killian. Там тоже самое вот эта вот ореховая сливочность присутствует. Но там тоже слаще. А этот, он прям вторая кожа. Это аромат объятий. Это аромат такой вот, он очень ласковый. Я взяла пятнашку, мне очень нравится форм-фактор. Это, во-первых, стоило очень недорого. А во-вторых, это еще и очень красиво выглядит. И я вот даже, знаете, в каком-то смысле думаю, а может быть надо было взять 30 полтинник, потому что что-то как-то пятнашка у меня хорошо пошла. Вот. И возможно, я ее это и... Ну, закончу, знаете, и возьму еще один полтинник. Или возьму, может, тогда уже действительно... Вернее, возьму еще одну пятнашку, или может быть уже тогда действительно 50 миллилитров. Далее поехали. Николай и парфюмер. Ну, парфюм за Николай, короче. Виде Шато Интенс. На марку снизили немножко цены. Я... Как-то так мы с подружками вдохновились и взяли себе сразу несколько их тревелов. Ну, то есть распилили набор тревелов на троих. И я себе взяла как раз-таки Виде Шато. Я немножко с ним опоздала. Его надо брать на раннюю осень, где-то на, ну, московский сентябрь примерно по климату. Если вы живете южнее, то, соответственно, переносите. Если живете севернее, то тоже. Вот. То есть где-то, знаете, там на 15 градусов, на 13, 14, 16. Вот где-то вот на такие погоды, когда уже начинает немножко дождить, но при этом еще не холодно. Это аромат сена и яблок. По итогу он пахнет лично для меня, скорее, осенним сидром. Вот это ощущение, знаете, настроения, когда... Ему очень подходит его название, да, вот это вот шато. И действительно есть ощущение, что вы живете за городом, очень размеренной жизнью, что вы собрали яблоки, что у вас в погребе стоит бочка, и в ней, собственно, зреет сидр. Вот такая осень в ее восприятии до времени промышленного переворота с таким вот настроением, постепенного, плавного наблюдения за тем, как угасает природа, когда ты никуда не торопишься. Ну, вы понимаете, да, та жизнь, которую многие бы... Многие из тех, кто живут в большом городе, хотели бы жить этой жизнью. В общем, вот в этом аромате это все присутствует. Очень рекомендую познакомиться, если вы с ним еще не знакомы. Благо, что вот в таком объеме у них в бутике нельзя взять одну пятнашку, но можно купить три пятнашки разные. Там главное, чтобы они были как-то в одной категории, по-моему, какая-то такая история. И, соответственно, за небольшую цену получить себе сразу три аромата. Ну, или сделать, как мы, потому что мне, собственно, из Николаи нужно два аромата, наверное. И всего лишь просто скооперироваться с друзьями и, собственно, порадовать себя вот так. И последнее. Это у нас в анаглории от бренда Лаборатория Альфатива. Это была пиар-посылка из магазина Оренталь. По-моему, у меня еще действует промокод. Я посмотрю именно на этот бренд. Я посмотрю, короче. Если он еще действует, я вам его напишу внизу. Если не действует, ну, извиняйте, уже не напишу. Тогда там 5% конкретно на этот бренд. Вот. А чтобы вообще узнавать оперативно обо всех промокодах, тоже заглядывайте вниз, потому что там много разного. На самом деле там куча промокодов. Там и в Литуаль, и в Ревгош, и в другие сети, там, в Грасс Клаб, еще один магазин с шагами, в котором парфюмерия та же, что в космотеке, но дешевле. С моим промокодом я имею в виду. Вот. В общем, заглядывайте в описание и подпишитесь на телеграм-канал, потому что там я такие вещи публикую в тысячу раз оперативнее. И всегда, если есть что-то действительно хорошее, что я нашла, я всегда сразу это все стараюсь рассказывать. В общем, поэтому если промокод будет, я его добавлю, если нет, ну, как бы, кто успел, тот успел, кто не успел, тот не успел. В общем, Моноглория. У меня 30-ка. У меня это четвертый аромат бренда в моей коллекции и единственный в 30-ке. И, честно говоря, я бы все перевела в 30-ке, потому что я люблю маленькие объемы, вы это знаете. А вот как бы 30 миллилитров это мой идеальный формат флакона. Если красиво сделанный пятнарик, в общем, тоже хорошо. А 50, вот, ну, красивая, тоже больше уже прям нет. Я уже начинаю немножечко раздражаться больших объемов. В общем, но, к сожалению, как бы, аламбар у меня очень старый выпуск и в 30-ке я просто уже такой не найду, потому что у них 30-ки появились позже. А, собственно говоря, цитрусовую коллекцию просто в 30-ках вообще никто не делал. Поэтому, как бы, он у меня единственный вот в таком объеме. Ладно, долго говорю про флакон. Ванаглория. Это доминикропион. Соответственно, это мощь и сила. Такой один, это просто батя в здании. И это ваниль с кожей, с дымком. По ощущению, по текстуре от аромата как будто бы пластилиновая по своему настроению. Очень громкий. Я не сразу его поняла, этот аромат. Я его, когда в первый раз попробовала, когда, собственно, вот эта коллекция, которую сделали совместно просто с мэтрами парфюмерии, когда эта коллекция встала на полке, я его пробовала, пробовала, пробовала. И, по-моему, мне зацепил туберозис из всех первой. Но туберозис в итоге полюбился моей подруге. Она его сносила в флакон, где мы с другом дарили ей на день рождения. И как бы у меня очень тесно он связался в сознании именно с лейкой. Вот. Итак, ванаглорию я как-то так, ну, ваниль. Хорошая ваниль. Спасибо. Но моя подруга Наташа так просто страстно о нем рассказывала. У Наташи это есть. Если она во что-то влюбляется, то ты будешь слушать об этом достаточно долго, и у тебя просто не останется выбора. Тебе придется пойти и попробовать этот... Сейчас будет шуршание, но я хочу кота вывести на волю. Вот. Тебе придется пойти и попробовать этот парфюм, потому что она заставит тебя просто. Наташ, привет. И, в общем, она так, с такой страстью и любовью рассказывала об этом аромате, что я подходила к нему, я его пробовала, 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 ну, примерно как с лабданумом, знаете. И в какой-то момент у меня прям вот лампочка зажглась, думаю, боже, это же просто невероятная красота, и мне надо. Так что, имейте в виду, если ищите, это вот ваниль, но не для тех, кто любит ваниль про булочки. Здесь она влажная, здесь она густая, здесь это именно запах ванильного стручка вот этого с копчением, с дымком, с чем-то тому подобным, как я уже сказала, с кожей, возможно, с каким-то таким легким миндальным вайбом, но совсем чуть-чуть. Красота невероятная. Такие были семь ароматов, я постараюсь скоро выпустить для вас также вторую часть, возможно, даже третью, потому что ароматов накопилось прилично. Рассказывайте, что вы приобрели себе за последнее время, мне будет интересно почитать, может быть, возьму что-то себе на карандаш попробовать понюхать. Благодарю вас за внимание, целую, обнимаю, пока-пока.